В регионе наблюдается стабилизация эпидситуации по коре. У полутора десятков пациентов, которые сейчас находятся в стационаре, заболевание подходит без осложнений. Однако с начала года ухудшилась ситуация с коклюшем. Причины эпидемиологи называют пренебрежение вакцинацией. Об этом специалисты сообщили в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. Коре отступает. Именно так можно охарактеризовать текущую ситуацию в области. На 26 марта было зарегистрировано более 11 тысяч случаев с подозрением на эту инфекцию. 50% подтвердились лабораторно. Сейчас в стационаре находятся 15 больных коре, из которых 14 детей. Все переносят болезнь без осложнений. Реанимации пациентов нет. Динамика заболеваемости за этот год мы наблюдаем в снижении. Если в январе было зарегистрировано 2592 случаи, то в феврале уже 757 случаев, в марте 354 случаи. Здесь надо говорить роль вакцинации, которую мы начали в ноябре прошлого года, против коревой инфекции. На сегодняшний день у нас уже вакцинирование 58 924 человек. То есть 81% от запланированных лиц. Надо отметить, что 62% случаев зарегистрировано среди невакцинированных детей. Профилактические мероприятия позволят снизить угрозу распространения другого заболевания коклюша. В текущем году наблюдается ухудшение ситуации по этой вакциноуправляемой инфекции. Если в 2020 году зарегистрировано 82 первичных случаев, из них лабораторно было подтверждено 33 случаи, то с 1 января этого года уже зарегистрировано 63 первичных случаев, из них 36 случаев подтверждены лабораторно, в том числе в городе Ак-Тюбе 36 случаев. В Храм-Тауске район 2 случаев, в Мартуске район 1 случай. Необходимо отметить, что все зарегистрированные случаи коклюша зарегистрированы среди детей, которые не получили вакцину по тем или иным причинам. Важно подчеркнуть, что коклюш является острым инфекционным заболеванием, имеющим воздушно-капельный путь распространения. Инкубационный период составляет от 3 до 14 недель. Появляется сухой кашель, затем переходящий в свистящий. В последующем может появиться рвота с отходом вязкой стекловидной мокроты. Лишь после чего наступает выздоровление, которое может продолжаться до 6 месяцев. Верным способом профилактики коклюша является вакцинация, которую дети получают уже в первые месяцы жизни. Начинается в 2 месяца, 2 месяца, 2 месяца, 2 месяца, 2, 3, 4 месяца. Трехкратно делается. Затем повторяется в 18 месяцев, затем в 6 лет, 16 лет и каждые 10 лет. Надо сказать, что коклюш – это острое инфекционное заболевание. Вызываются бактерии бордотелла пертузис. Передаются воздушно-капельным путем. Конечно, заболевают в основном дети. Опасность представляет для детей. Но и взрослые тоже могут заболеть. Отметим, при коклюше могут возникнуть серьезные осложнения, такие как перелом ребер, разрыв барабанных перепонок, разрыв прямой кишки и другие. В этой связи родителям важно не пренебрегать вакцинации, которая абсолютно безвредна. Николай Сырбов, Азамат Сауханов, телеканал «Октюбе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова